Здравствуйте! Меня зовут Михаил Яцек, и сегодня мы поговорим о том, за что и зачем нужно любить мясо. Дело в том, что подавляющее большинство вегетарианцам пришли к вегетарианству именно потому, что они твердо уверены, что мясо – это яд. Мясо отравляет вас, мясо гниет после того, как вы его съели, является притоном для подавляющего большинства паразитов, отравляет вас трупными ядами. Ну, вы также знаете, что мясо – это труппятинка, падаль и так далее. Но стоит признать, что они действительно правы, частично. Также они вообще во многом правы, но частично. Везде частично, везде какие-то полуаргументированные факты, которые полупроверены. И, в общем-то, как-то так построена вся система вегетарианства. Но сегодня поговорим конкретно о мясе. Дело в том, что если у вас плохо работающее пищеварение, то мясо действительно вас будет гнить. И, к сожалению, у подавляющего большинства действительно плохо работающее пищеварение. О том, как узнать, хорошо либо плохо работают ваши пищеварения, я снял коротенький видос. Вы можете его посмотреть и убедиться, что у вас плохое пищеварение. Но, если у вас плохое пищеварение, то у вас будет гнить не только мясо, а все остальное, что вы съели. Потому что вся еда, которая нормально не переваривается, она находится внутри вас, при температуре вашего тела. Естественно, она будет гнить, если она там находится сутки и больше. Поэтому, для того, чтобы мясо было полезным, для того, чтобы вы получали всю ту заявленную пользу, все эти незаменимые аминокислоты, витамины и ценные белки, нужно всего лишь настроить ваше пищеварение. И если ваше пищеварение будет работать нормально, тогда ни о каком гниении мяса внутри вас и речи быть не может. Ну, а если ваше пищеварение работает плохо, то вы можете хоть обожраться огурцами, помидорами, бананами, вкусной и полезной вегетарианской едой. Толку будет мало и еда будет внутри вас гнить. Именно поэтому в среде вегетарианства так популярны так называемые очистительные клизмы. На сегодня все. Ешьте мясо, любите мясо. Мясо – это хорошо. Мясо – это хорошо.